Зачем ты свою жопу мне засовываешь в рот? Что за животное такое, а? Ну так лучше хотя бы. Смотрите, что он делает. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро, мои хорошие. Туни и Донеры из новой доставки. Надеюсь, что будет вкусно, потому что у них ужасно дорого. Никогда не пробовала, и я не люблю пробовать новые доставки, новые рестораны. Всегда боюсь разочароваться. В этот раз надеюсь, что будет более-менее вкусно. И это дорогая доставка. Посмотрите, все разлилось просто. Там Туни разлился на Донер. Что это за упаковка? Ужас, как это теперь Микбанк снимать с этим? Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Ну вы сами видели. Ну как я могу это сейчас перед собой поставить и начать есть? Просто весь сок из Туни вытек на шаурму. И шаурма вот этого хлеба, он весь мокрый просто. Вся начинка там внутри, как будто, знаете, вот собаки бывают. Вот еду кидают, вот так вот. Что это за отношения? Я написала в техподдержку. Если они мне не помогут, я отмечу эту доставку в своем инстаграме. Чтобы вы дальше не попадались на такой. Ну что это такое? Тем более дорого заказала, прикиньте. Ладно, за копейки там стоило. И такое отношение. Поэтому, мои хорошие, зарубите себе на носу, заказывайте там, где проверено, там, где уже кто-то советовал, не знаю. Это новая доставка. Я вообще не знакома была с ними, решила попробовать. Просто Тантуни в другом месте, где купить я не знала. Решила попробовать, вот. И теперь, что мне делать? Я голодная. Сейчас надо заказать из какой-то другой доставки. Ну, в общем, не будем расстраиваться. Пофиг. Наши нервы дороже этой шаурмы и Тантуни вместе взятых. Пофиг. Ни из-за чего никогда не переживайте. Потому что все болезни появляются из-за стресса, из-за нервов. Поэтому к черту. О чем я хотела вам рассказать. Точнее, показать. Когда я делала распаковку шеин, первое впечатление, например, ты примеряешь вещь, думаешь, Вау, как классно сидит. Например, вот это мне очень понравилось. Единственный момент. У этой кофточки для моей груди очень маленький вырез. То есть, вот здесь вот шов, он у меня находится здесь. По идее, он должен быть ниже. Но если я делаю его ниже там, где он должен быть, у меня грудь прям вываливается. Ну, так, в общем и целом, первое впечатление об этой маечке, так скажем, или футболке. Оно у меня было не самое лучшее, а сейчас мне очень нравится. Но также есть те товары, которые я сначала вам сказала, что мне очень нравятся. Сидит круто, сидит отлично. Но потом я поняла, что мне не нравится абсолютно. Я заметила кое-какие недостатки. И самое мое большое разочарование, это вот эта маечка. Начнем с того, что здесь вот так вот торчат нитки. Но это терпимо, можно, конечно, отрезать. Если бы эта маечка не была такая огромная. Прикиньте, это S. Я просто плаваю в ней. Плюс вот эти выемки для груди, они находятся очень высоко. То есть у меня большая грудь, и она просто не помещается вот в эту вот выемку. Она, которая маленькая очень. Размер здесь, вот как вы видите, это S. Хотя совсем не S. Это огромный просто топик. Я очень недовольна качеством ткани, фасончиком. Короче, все мне не устраивает. Поэтому я просто иногда ношу его дома. А так считаю, что просто выброшенный на ветер деньги. На самом деле, просто чисто мой вам совет. Если вы тоже хотите купить такой, не советую. Это S и вот это S. Кто-то здесь явно не S. Посмотрите, какая большая разница. По мне это M. Минимум M. Поэтому мне не понравилось. Обязательно обращайте внимание на размерную сетку. Что касается вот этого топика, я просто офигела от материала. Очень приятный на ощупь. В то же время не просвечивает, очень нравится орнамент. Красиво все шито аккуратно, нигде не торчат нитки. В общем, 5 из 5. Я тут, короче, начала разбирать свою косметику. И решила помыть, наконец-то, свои кисти. Уже пару дней собираюсь это сделать. Все никак, руки не доходят. Теперь они у меня сушатся. Постелила внизу салфеточку. Точнее, бумажное полотенце. Я поняла, что нужно еще заказывать кисти. Потому что, когда они грязные, неохота мыть, чтобы взять новый набор и не париться по этому поводу. Обязательно закажу или здесь у нас в городе куплю еще. Сегодня у нас с вами прям какой-то косметический влог получается. В общем, у меня была вот такая помада, которую я вам показывала. Она от NYX. Она закончилась. И я ее отправляю в пустые баночки. Вот так вот. Это все средства, которые у меня закончились. А вместо этой помады нужно выбрать среди этих помад какую-то новую. Выбрала вот такую новинку. Тоже от NYX помады из новой серии. Скриньте название. Очень нравится. Как раз добью. Я, вы знаете, не обязательно беру те средства, которые мне не нравятся. Иногда беру вот такие, которые мне очень даже нравятся. А еще возьму такой коричневый оттенок от Golden Rose. Под настроение. То буду пользоваться той, то этой. А этот оттенок от NYX я искренне не знаю, куда девать. Можно, конечно, как румяна использовать. Но у меня румян, вагон и маленькая тележка. Пока что лежит, но что-то надо придумать. Или вот такая вот помада от Sleek. Но куда в ней? Почти черный. Хотя на картинке, казалось, оттенок намного носибельнее. Он мне понравился, поэтому взяла. Так что покупать помады именно через сайты и заказывать как-то страхово. Вот такая вот кучка помад у меня есть. Как вы уже поняли, не все здесь носибельное и классное. Поэтому я беру вот такую вот штуку. Здесь раньше был бальзам для губ. Беру два неносибельных оттенка. Приподношу к плите. Они расплавляются. Затем я отправляю в морозилку. И получается обалденный ягодный оттенок. Поэтому это все нужно закончить в течение двух лет. Некоторые оттенки, как вы видите, я тестировала на себе. Криво косо накрасила, потому что стирала. Потом опять наносила. Почему я говорю именно два года? Потому что у нас в Азербайджане, да и вообще на всем Кавказе, есть такая традиция, когда девушка выходит замуж. Ей дарят огромную такую корзину с косметикой. Там всего дофига. И парфюмы, и помады, и тени. В общем, я жду эту корзину. Поэтому до прихода этой корзины в течение двух с половиной лет надо обязательно все это добить. Отправить в пустые баночки. Сказать, yes! Получилось. Я решила не оставаться дома, потому что дома скучно. Решила пойти к двоюродному брату. Заодно покажу вам кошечку, с которой как раз таки произошло это несчастье. Говорят, что уже она чувствует себя намного лучше. Поэтому хочется ее увидеть. Хоть она меня ненавидит, я ее люблю. Мамочка дома, а я решила пойти. Правда, погода не вау, но хорошо, что двоюродный брат живет в соседнем здании. Это безумно удобно. И спускаюсь я, кстати, по лестнице. Стараюсь всегда. Хорошо, что у них открыто. Вот тут здесь беда. Ворваться сюда. Сейчас покажу, как я выгляжу. Как бомжар, а теперь как подняться. Самая главная проблема. У них тоже лифт работает с карточкой. Ну и юбка мне нравится очень. Смотрите, кого я здесь встретила. Сонечка. Как она ходит, Альбиночка уже? Да, у меня дома ходит. Не агрессируешь уже на меня? Она обычно царапается, кусается. Ей еще сделали такую пострижку. Вроде как уже нормально. Ей делают капельницу. Все как полагается. Видите, ножка у нее трясется. Выздоравливай, солнышко. Кто волновался, у меня там в комментариях, когда я сказала, вот жива она. Здорово не могу сказать. Пока что лечимся. Но надеемся на лучшее. Больше летать не будет. И на балкон, ни ногой. Здесь жена двоюродного брата приготовила очень красивые ажурные блинчики. Но я не хочу сейчас. Мы просто посидим, чайок попьем. И эта тень, кстати, от камеры. Пошли. Где ты? Куда вы пошли? В Бритале. О, у нас тут черты дела. С подмайки. С подмайки, когда я имею в виду все, вот, близкий драм, а шипит кто-то. Сонечка на всех, мне кажется, шипит. Сонечка на всех, мне кажется, шипит. Сонечка уже ходит. Исхудалая бедняга. Это из-за вот шерсти. Бедолага. Сонечка, ты уже не шипишь на меня? После парикмахерской этой прекрасной стрижки она стала похожа на льва. Это, кстати, произошло до того, как она выпала из окна. Летела она уже как ребенок. Смотрите, что мне понравилось. Жена двойного брата купила такую обувь, как переливается. Круто просто. Круто, ууу!